Виктор Пелевин Тайные виды на гору Фудзи Аршин I. Волшебник Приетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Весь ужас, все издевательское лицемерие русской судьбы поймано в этой песне. Вот человек мечтает о чуде, ждет его, приближает, как может, молится заветному камню, вовремя плюет через плечо, выстраивает продуманные отношения с метлой, порогом, словом, много лет все делает, как надо. И, наконец, чу! Он услышан силой. Рокочет лопасти, с неба спускается голубой вертолет, час полета штука баксов. Из него выходит волшебник. И что он делает? Превращает камни в золото? Дарит вечную юность? Дает принца в женихи? Нет. Он бесплатно показывает кино. И улетает. А то, может быть, мы на торрент за таким говном ходить не умеем. Лучше бы просто перевел бабки за аренду вертолета и даже не светил своего хитрого голубого ебища. Но весь контрапункт русской фуги именно в том, что волшебник прилетит, покажет, улетит, а ты оплатишь его вертолет последним кармическим ресурсом своей удачи и счастья. И хоть бы он был один такой этот волшебник, но нет, не найдется. Россия – страна волшебников. И все они сидят в засаде и ждут твоего дня рождения. И если ты думаешь, товарищ, что социальная революция изменит такое положение дел, это с твоей стороны чрезвычайно наивно и даже глупо. На волшебниках появятся цветные банты только и всего. И как ты полагаешь, кто эти банты оплатит? Вот, по блеску слез в твоих глазах я вижу, ты уже начинаешь что-то понимать.